Кровожадность. Желание кого-нибудь убить. Эти странные для кого-то понятия всегда преследовали людей. И даже если их лишить всех технологий, возможностей и знаний, они все равно будут искать возможность убивать и калечить. В лучшем случае ранить. Но они никогда не откажутся от возможности пролить чужую кровь. Ведь даже знание о многочисленных кровопролитных войнах в прошлом никогда не останавливает их. Словно память о подобных ужасах просто стирает. Кто-то могущественный и очень жестокий. Кто проводит над человечеством жуткий эксперимент. Хайдар Али Усманов. Нужная профессия. Изгибы судьбы. Снова беглец. Ату его! Ловите! Не упустите его! Со всех сторон доносились крики, и мне не оставалось ничего другого, как нырнуть как можно глубже в кусты. А потом, вспомнив обычную ошибку местных егерей, я постарался забраться на дерево, чтобы пропустить их под собой. Редкая цепь стражников и егерей, которые меня преследовали, прошла прямо подо мной. И к своему неудовольствию, среди них я заметил несколько накидок, которые принадлежали именно королевским егерям. Тяжело вздохнув, я понял, что зря доверял этим людям. Я имею в виду короля и членов его семьи. Теперь у меня не было выбора. Нужно было бежать. Бежать именно в дикий лес. Там меня не достанут. Я знаю, что мои егеря туда ходят. Но ходят они только в те места, куда я им разрешил. Однако, в последний момент перед бегством, я приказал им прекратить туда ходить. Учитывая тот факт, что они были преданы лично мне, можно было понять, что эти люди не нарушат моего приказа. Даже сейчас, когда я внезапно для всех стал изгоем. Теперь все эти люди будут моими агентами в тылу врага. Пропустив преследователей под собой, я тут же направился в противоположную сторону, старательно огибая место, где меня ловят по большой дуге. Стараясь никому не попадаться на глаза. Это еще хорошо, что я постарался не слишком отвыкать от своей обычной жизни. Иначе бы стал легкой добычей для всех этих людей, несмотря на то, что я все старался планировать, да и сам старый граф сделал все возможное, чтобы защитить меня. Вся моя начавшая уже налаживаться жизнь просто рухнула в один момент. Проблема была в том, что ситуация резко изменилась. Так как внезапно на Миранду вернулись те самые представители содружества, с одной из которых я сталкивался при охоте на дронов-дестройера. Оказалось, что они уже начали строить возле нашей планеты целую космическую станцию. Хотя я думал, что они про нас просто забыли. Ведь эта девчонка, Илика, сама откровенно говорила мне о том, что по законам содружества вмешиваться в жизнь диких, а для них мы такими и были, не принято. Подобное даже было запрещено. А тут... Сначала появился их корабль в небе, который сразу же привлек к себе слишком много внимания. Потом, видимо, помню все мои рассказы про власть единой церкви в нашем мире, эти разумные высадили группу переговорщиков, которые и встретились со вселенским патриархом. Естественно, что старик не отказался получить в свое распоряжение технологии содружества. Особенно, когда речь идет о его здоровье. Ведь они предложили ему жить чуть ли не вечно, по меркам людей. В содружестве обычный срок жизни был не меньше 250-300 лет. А у нас на Миранде срок жизни был куда короче. Редко кто доживал хотя бы лет до 100. Так что можно сразу понять разницу. Тем более, что были еще и процедуры полного омоложения, которые могли вернуть молодость 20-летнего юнца древнему старику. И не один раз. Как минимум, такую процедуру можно было проводить раза три. Как факт, если посчитать, то можно было понять, что таким образом разумный мог продлить твою жизнь лет до 600-700. А это практически вечность, по нашим меркам. Как я понял, их внезапно заинтересовали возможности наших лекарственных трав. Да их много чего заинтересовало. Но в первую очередь их заинтересовал почему-то именно я. Отец Дианихи загнал двух лошадей, прежде чем добрался до столицы королевства Китиш из центра веры, чтобы предупредить меня об опасности. Мне даже страшно предположить, как он сам рисковал, на свой страх и риск отправляясь в этот путь. Узнав об этом, я снова убедился в своей правоте. Я же говорил о том, что если люди почувствуют какую-то выгоду для себя лично, то они предадут любые клятвы, и им будет плевать на твои интересы. Услышав о том, что именно хотят получить эти разумные, прибывшие ко вселенскому патриарху с орбиты планеты, сам этот старик распорядился передать им всю информацию про меня. Хотя сам, по сути, просто не понимал того, какую глупость совершает. Ведь, по сути, единственным поставщиком того же меда, корня женьшеня и лекарственных трав из дикого леса до единой церкви на данный момент был именно я. Конечно, я не спорю. Они вполне могут найти и других травников, которые доставят им травы. Но это будет уже не такой ассортимент, который предлагал им я. Да и мед. Не говоря уже про особые травы, необходимые ордену экзорцистов. Вроде сандалового дерева. Однако, видимо, этот старик посчитал, что я ему уже просто не нужен. И все его обещания банально оказались пустышкой. Воспользовавшись тем, что отец Дионисий все-таки хотел предупредить именно меня и старого графа, мы тут же вернулись в родовой замок. Ведь было понятно, что сначала приедут представители патриарха и этих самых пришельцев, которые попробуют надавить на нас, хотя бы просто попытавшись вынудить того же короля Ивана V действовать по их правилам. Что было и не мудрено. Старый граф сразу понял, что все договоренности оказались ни к чему. Тут уж ничего не поделаешь. Предательство есть предательство. Я понимаю, что отец Дионисий очень сильно рисковал. Но оказалось, что он просто не хотел отдавать меня в руки тех, кто мог быть признан впоследствии нечистым. Ведь эти пришельцы не имели никакого отношения к единой церкви и не признавали единого бога. Владели технологиями, которые представители этой самой церкви считали даром от дьявола. Однако ситуация сложилась таким образом, что у меня банально не осталось выбора. Как бы тут ни складывалась ситуация, мне пришлось бежать. Так как буквально следом в столицу королевства прибыли представители из центра веры, среди которых не было экзорцистов. Там были только инквизиторы. И они тут же принялись меня искать, чтобы схватить и заковать в цепи. Словно эти разумные нашли возможность рассчитаться со мной за какие-то обиды. Конечно, я понимаю, что в чем-то действительно их обидел. И в первую очередь, именно тем, что сотрудничал не с ними, а напрямую с экзорцистами. Но я же не виноват в том, что хотел сотрудничать с теми, кто не считает меня врагом заранее. Пока мы ехали в замок, отец Идионисий сам рассказал нам по большому секрету о том, что у двух этих организаций старая вражда. И тут дело было отнюдь не во мне. Просто представители инквизиции нашли возможность рассчитаться со своими старыми оппонентами и получить часть власти в свои руки. Экзорцисты пытались остановить это безумие. Призывали свое руководство обратить внимание на тот факт, что я всегда сотрудничал с церковью. Объясняли, что нет никакой нужды со мной так поступать. Ведь можно было бы со мной просто договориться. Однако прибывшие с неба договариваться не хотели. Они требовали передать им меня как какую-то вещь. И это было как раз-таки не в мою пользу. Ситуация сложилась так, что даже король Иван V не мог ничего поделать. Ну кто он такой, чтобы выступать против единой церкви? Единственное, что он мог бы сделать, так это попытаться задержать их на какое-то время в столице королевства, воспользовавшись своим правом сюзерена. И потребовав каких-то доказательств моей вины. Однако, он просто не стал никого задерживать. Я это понял по той причине, что в охоте на меня теперь участвовали и представители стражи короля. Так что, ничего не поделаешь. У меня не было выбора. Необходимо было бежать. Даже из старого замка. Я не хотел, чтобы погиб этот замок. Чтобы погибло это величавое строение. Я понимаю, что тот же самый старый граф де Арн, обиженный сейчас на короля, мог пойти с ним в полную конфронтацию. Что явно расценили бы как предательство. И тогда сюда прислали бы королевские войска. Тогда старик мог бы просто взорвать этот замок, воспользовавшись древними технологиями, которые были заложены в основание замка еще при его строительстве. Мне же это все было ни к чему. Я не хотел, чтобы погибли все эти люди. Так как понимал, что все это глупости. Пройдет время, и представители содружества сами поймут свою ошибку. Как и вселенский патриарх. Только вот сколько времени пройдет до этого самого момента, я не знаю. Да и неважно это. Вернувшись в замок, я забрал все то, что могло вызвать хоть какие-то подозрения в мой адрес. Раздал приказы для моих личных слуг. Для тех, кто служил именно мне. После чего вежливо попрощался со старым графом. Было у меня сейчас такое, весьма стойкое впечатление, что я этого старика больше не увижу. Почему я был в этом так уверен? Не знаю. Его подкосило предательство короля. Тем более, что буквально следом за нами к замку прибыли королевские стражники, которые принялись требовать моей выдачи. Причем сразу стоит отметить тот факт, что они даже не церемонились. И не пытались как-то соблюдать правила. Тем более, что сейчас речь шла о дальних родственниках короля. Нет, им было на это наплевать. У них был приказ, и это тоже можно понять. Но и старого графа, как оказалось, тоже голыми руками не возьмешь. Этот старик потребовал у них официального приказа короля. Подчиняться кому попало, он не собирался. А такого документа у них с собой не оказалось. Они слишком спешили выслужиться, и не стали дожидаться, пока канцелярия короля все оформит. Но это было делом времени. Я не стал дожидаться появления официального эмиссара короля и пустился в бега. Все необходимые вещи в дикий лес уже унесли мои игиря. Так что я мог бежать фактически налегке, что давало мне шанс. Для того, чтобы не выдавать секреты замка, вроде потайных ходов, я решил бежать показательно. Не через такие подземные проходы, а прямо со стены замка. В данном случае виноватыми в том, что упустили меня, останутся именно эти ретивые стражники и их командир. Конечно, позже к замку прибыли и инквизиторы с приказом патриарха. Вот только они не учли того факта, что я уже собирался сбежать. Надо сказать, что это известие о прямом предательстве короля Ивана V очень сильно подкосило остатки здоровья старого графа де Арн. Поэтому я и понял, что его больше не увижу. Живым. Единственное, что он намеревался сделать, так это написать письмо герцогу Демирт. У них была предварительная договоренность, и он хотел, чтобы тот опекал графство до тех пор, пока я не смогу вернуться. Как это произойдет, он не знал, но он верил в тот факт, что я все же найду выход. Он был во мне так уверен, что мне самому даже плакать захотелось. Так как сейчас я чувствовал себя просто бессильным. Ведь этот старик за последнее время стал для меня родным, а я сейчас был вынужден бросить его на произвол судьбы. Но я все равно рассчитаюсь. Со всеми, кто принимал участие в этом. Со всеми. Попрощавшись с теми, кто оставался в замке, я исчез на те наступившие ночи. Оставив в душе горький осадок от того, что в очередной раз наткнулся на факт предательства. Те самые люди, которым я доверял, банально отступились от меня. Только потому, что так захотел кто-то со стороны. Король Иван V даже не пытался как-то остановить происходящее. Он не пытался за меня заступиться и как-то дать мне возможность подготовиться к такому сюрпризу. Он спешил. Хотя, где-то в глубине души я мог бы его понять, если бы очень постарался. Но не хотел этого делать. Этот человек мог банально затянуть всю эту процедуру. Мог. Но слишком быстро он это сделал. Словно заранее был готов к предательству. И это очень сильно разочаровало меня. До невозможности. Мне еще повезло, что я заранее подготовился к чему-то подобному. И не стал разбирать свой дом на дереве. И тем более не стал туда водить посторонних. По сути, никто не знал о том, где именно я проживал в диком лесу. Вот только есть одна большая сложность. Теперь мне категорически нельзя оттуда появляться на территории как минимум этого королевства. Я знаю, что самого старого графа, скорее всего, эти ублюдки не тронут. Но не идиот же король. Иван Пятый и сам должен понимать тот факт, что если он поднимет руку на своего крестного, после этого он может забыть о какой-либо преданности и верности от других разумных. Хотя, уже сейчас он обо всем этом может забыть. Я сильно сомневаюсь, что сам старый граф забудет такой сюрприз.